МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова посетила поликлинику в поселке Боброво. Очень здорово, конечно, хоть она и небольшая, что она находится в жилом микрорайоне. И здесь абсолютно планируется прием всех специалистов узких, которые необходимы. Горячая пора наступает в конце лета в отделении спортивной медицины, которая базируется в детской поликлинике ВРКБ. Сдают ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, берем анализ крови. 80 первоклассников Ленинского округа получат в подарок от губернатора Подмосковья школьные рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. И вот такая наша красивая ученица отправится 1 сентября в школу. Недавно открывшуюся поликлинику в поселке Боброво посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Она смотрела новые медицинские учреждения и дала оценку системе здравоохранения Ленинского городского округа. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Пациентов эта новая поликлиника в Боброве принимает уже несколько дней. Работают взрослое и детское отделение, есть комната матери и ребенка, игровая зона для самых маленьких, удобная навигация, достаточное количество специалистов, в том числе узкопрофильных. Учреждение позволило местным жителям, не выезжая за пределы поселка, получать высококачественную медицинскую помощь. У нас вот явно выражена положительная динамика, потому что сейчас единые стандарты оснащения медицинских организаций по всей Московской области. Соответственно, утвержден брендбок для поликлиник, утверждены стандарты, оснащаются современным оборудованием. Здесь также в данной амбулатории укомплектован кабинет офтальмолога, всем современным оборудованием, кабинет лор-врача, есть оборудование для аудиометрии. Для того, чтобы лично убедиться в том, что в Ленинском городском округе сдаются такие современные медицинские учреждения, поликлинику в Боброве посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стрягункова. Продолжительная экскурсия, общение с врачами, пациентами и чиновник сформулировала мнение об увиденном. Очень здорово, конечно, хоть она и небольшая, что она находится в жилом микрорайоне, и здесь абсолютно планируется прием всех специалистов узких, которые необходимы. Это очень круто, даже тех, которых совсем не будет, они будут приезжать сюда, оказывать прием по необходимости. Очень красивая сама поликлиника, очень хорошее оборудование. Отлично, что здесь есть специалисты, причем специалисты не только из наших других подразделений, но и вновь пришедшие к нам на работу. Поэтому я думаю, что эту поликлинику все жители полюбят. Светлана Стрягункова отметила, что обо всех нововведениях в системе здравоохранения, о новых медицинских учреждениях необходимо лучше информировать. Ведь делается много, и достижения Винновской районной клинической больницы в правительстве Московской области на хорошем счету. Благодаря местному телевидению, вашей телекомпании, благодаря администрации Ленинского городского округа, ассоциации на квартирных домов, старостам деревень и так далее, мы проводим всегда массивную информационную кампанию. Кроме того, мы постоянно занимаемся рассылкой с государственной почты для жителей, которые к нам прикреплены, с приглашением для прохождения диспансеризации. Вот сейчас у нас начинается в сентябре вакцинация от гриппа. Специалисты новой поликлиники также ждут своих пациентов на диспансеризацию и вакцинацию. Медицинское учреждение работает с понедельника по субботу. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, ВиднетВ. Горячая пора наступает в конце лета в отделении спортивной медицины, которая базируется в детской поликлинике ВРКБ. Большинство секций начинают работу с 1 сентября, и родители спешат получить заветную справку от врача, отчего медикам приходится работать с повышенной нагрузкой. В коридорах отделения настоящий аншлаг. До начала спортивного сезона остаются считанные дни, а количество исследований довольно внушительное. Смотрят у нас в отделении специалисты. Это офтальмолог, травматолог, невролог, лор-врач, педиатр и спортивный врач. Сдают ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, берем анализ крови, общий анализ мочи. Всего на учете в отделении спортивной медицины Видновской районной клинической больницы состоит 3,5 тысячи человек. При норме в 20 приемов в день врачам приходится осматривать по 50 пациентов. Причем не только из Ленинского городского округа. До Мадедова иногда с Озер приезжают, с Каширо, со Ступино. У них нет отделения. Есть диспансеры в Подольске, но почему-то они туда не ездят. Требования к здоровью детей и взрослых, занимающихся спортом, повышенные. На врачах лежит огромная ответственность. И нередко их решение может влиять на судьбу человека. Приходит ребенок и хочет заниматься боксом, но при этом у него близорукость слабой либо средней степени. Это ограничение полностью. Это только подготовительная группа по здоровью. То есть боксом, тяжелой атлетикой заниматься таким видом спорта нельзя. Врачи обращаются к родителям в следующем году. Позаботьтесь о справке для вашего ребенка заранее. Наш сегодняшний гость в студии – заместитель директора Централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Елена Рогодянская. Здравствуйте, Елена. Добрый день, Максим. Ну, начнем с вопроса, который волнует, я думаю, не только меня, но и многих жителей нашего округа. Как проходит ремонт в библиотеке? Скоро ли увидим его в финал? Очень надеюсь, что скоро. Ремонт идет полным ходом. Сейчас уже практически сделан наш конференц-зал, он уже готов. Дело осталось только за абонементом, читальным залом и холлом. Преобразится до неузнаваемости. Когда открытие, напомните? Открытие планируется 3 октября. Ну, несмотря на то, что происходят такие масштабные конструктивные изменения, библиотека, тем не менее, работает. Конечно. Расскажите, что же, скажем так, какие мероприятия приготовили работники библиотеки для посетителей? Ну, традиционно в Московской области в последнюю субботу августа проводится день открытых дверей во всех учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках. И, естественно, наши библиотеки, все до единой библиотеки, даже центральная, находящаяся в состоянии ремонта, проводят этот день и приготовили очень богатую программу. Поэтому приглашаю с удовольствием всех жителей Ленинского городского округа провести этот день в библиотеке. Центральная библиотека предлагает в числе прочих мероприятий караоке-баттл, несмотря на ремонт. Детская библиотека предлагает огромное количество мастер-классов по прикладному мастерству. Жасторгуевская библиотека презентует свои кружки. Те кружки, которые работали прежде, и новые, которые будут открыты с нового учебного года. Вообще все библиотеки предполагают в рамках дня открытых дверей презентацию своих кружков, своих новых возможностей. Поскольку библиотеки Московской области находятся все в стадии реорганизации, мы переходим к новым стандартам работы, к новым моделям работы. Не случайно центральная библиотека у нас будет называться теперь модельной библиотекой. Поскольку мы победители федерального конкурса на модельную библиотеку. Так что скоро, очень скоро мы предоставим совершенно новые возможности. А модельная это что означает? Вообще этот термин? Модельная обозначает прежде всего это создание новых пространств. Новое зонирование помещения библиотеки. То есть если прежде, ну мы привыкли к какому стереотепу? Приходишь в библиотеку, это место покоя, храм тишины, храм науки. Это все мы сохраняем. Но при этом новые вводные. Уже не только тишина должна быть в библиотеке. Библиотека предоставляет возможность не только почитать книги, не только узнать какие-то новинки, литературы, научные литературы и так далее. Но это площадка для стартапов. Это площадка для развивающих кружков и клубов детских и взрослых. То есть огромный спектр новых услуг мы будем оказывать в нашей модельной библиотеке. И не только в ней, и во всех библиотеках. Я правильно понимаю, что даже сейчас, несмотря на то, что ремонт, скажем, только частично где-то закончен, уже на днях открытых дверей, вы задействуете какие-то уже пространства новые. Безусловно. Безусловно. Приходите. У нас такие новинки интересные. У нас есть интерактивный пол. У нас есть интерактивная песочница. У нас есть караоке. Вот давайте еще раз к зрителям обратимся и пригласим их в конкретный день, в конкретное время. Дорогие наши читатели, настоящие и потенциальные, приглашаем вас в библиотеке Ленинского городского округа 26 августа. Целый день мы работаем для вас в рамках Дня открытых дверей. Вас ждут мастер-классы, вас ждут экскурсии по библиотекам, вас ждут рассказы о новых возможностях наших библиотек, квесты, квизы, караоке-баттл. Ну что ж, звучит очень заманчиво. И я вот лично, может быть, взяв семью, все-таки постараюсь вырваться и прийти. Приходите. Больше того, несколько наших библиотек участвуют в московской областной акции «Ночь кино». Поэтому у вас есть уникальная возможность посмотреть самые кассовые фильмы 23-го года. «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Ну тогда 100% нужно идти. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир и рассказали столько интересных вещей. А я напомню, что мы беседовали с заместителем директора Централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Еленой Рогозянской. К другим новостям. Порядка 80 первоклассников Ленинского городского округа получат в подарок от губернатора Московской области школьные рюкзаки с необходимым набором канцелярских принадлежностей. Акция стартовала в начале августа. Столь необходимый для учебы атрибут юной жительнице Видного Валерии Фар вручила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Сегодня семилетняя Валерия еще дошкольница. Обожает свои игрушки, коих у нее в достатке, и любимым куклам уделяет все свободное время. Но это пока. До первого сентября остается неделя, а значит впереди куда более важные заботы – первый класс. И сегодня для девочки особенный день. В гости с подарками пришла заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Школьный рюкзак сразу предложили надеть. Пример, да? Вот так вот. Вот так вот. И вот такая наша красивая ученица отправится 1 сентября в школу. И позвольте вам, друзья, передать вот такие поздравительные, красивые слова от Андрея Юрьевича Вороблева. Первый день в школе всегда особенный. Пусть он принесет много улыбок, теплых впечатлений. Около 80 ребят из малообеспеченных семей, отправляющихся в нынешнем году в первый класс, как и Валерия, получат такие рюкзаки. Наша героиня сразу решила проверить содержимое ранца. Множество самых необходимых вещей оказалось в нем. Карандаши, ножницы, ручки, цветная бумага, альбом, тетрадки. Чего все это надо? Чтобы учиться. Для нового рюкзака уже и место есть. И для будущей ученицы, к слову, тоже родители обустроили учебную зону. Валерия средняя из трех детей. Старший Богдан пришел в седьмой класс. Маленький Саша пока в детском саду. Многодетная семья старается справляться со всеми нуждами самостоятельно. Но помощь администрации округа благодарна. Помощь важна, на самом деле важна, потому что у меня и младший сейчас пошел в садик. То есть старшему уже больше и больше надо. То это хочу, это не хочу, уже это не одену, это одену. Я очень рада и благодарна главе Ленинского района за оказанную нам помощь. В эти августовские дни идет активная подготовка к новому учебному году. Свыше 3600 семей муниципалитета получат поддержку в виде различных выплат к первому сентября. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.